К столетию переворота Гетьмана Скоропадского можно сказать вполне определенно следующее. Продержалось 7 месяцев власть Скоропадского, были успешные, если не реформы, то действия на украинизацию суспильства, которое уже чуть ли не практически не поддавалось никакой украинизации, потому что они, директория Петлюры, потом пришедшая после восстания против Гетьмана Скоропадского, никто не смог удержать московитов, никто не смог удержать москалей, кремлевскую орду, потому что люди, сами люди, после договора Богдана Хмельницкого, или, как говорят, не договорок, а его смузы, договариваться с Москвою, издавания, сдания, придания в челюсть московитскую, придания в фасальство Московии, сделало то, что половина Украины очутилась в Сибири, так же, как и поляки. Остальная часть была перенаселена сюда, глубинкой России, так же, как и после Голодомора 32-33. Плюс еще Махновщина тотальная. И получилось, что такие достойные люди, ни Симон Петлюра, ни Гетьман Скоропадский, не смогли править, потому что быдло уже хотело не их управления суверенного, христианского, а хотело оно уже гульнуть, как обещали большевики, заводы, земли. Вот и наелись, нажрались этой, к сожалению, земелькой при Голодоморе, и этой, особенно, земелькой наелись 37-38 роки репрессий сталинских. Это потому, что Рюриковичи, как ни боролись с этой московитянской зрадой, ничего не смогли сделать, потому что такой народ, язычники, они другого не понимают. Христианских основ нету, что им хочется, чтобы всегда было веселье, зрелище, веселье. Или их насилуют, грабят, или они насилуют, грабят. Третьего не дано. Правовой державы для них не существовало. То есть было уже поздно. Люди стали другими, поменялись. Московия их извратила, этих людей, украинцев, за долгие годы поневеряния этого москальского, после величезной величины Богдана Хмельницкого, великого полководца, который поднял эту Украину, там Калиевщина и тому подобное. А потом, то есть, раб долго хозяином быть не может. Он снова становится на колени рабом. Он не может быть элитой. Его элита – это духовное, душевное рабство вечное. Поэтому только через христианские, правовые, сложные, государственные нормы как-то нужно выходить из этого дерьма, совковья, московитяне, от которой страдают сами московиты. Не только в Москве, а по всей России. Хотя там и остались частично и украинцы, этнические. Миллионы частично. Який главный переказ вчерашнего маршу акции «Фрайкор» в Харкове в шанувание перевороту Гетмана Скоропадского? Власне, что это начатое дело, начатое дело нужно доводить до конца. И про объединение, про раздраженность. Это главная экзогеза. Разобщенность, разград, раздраженность элиты. Что не только сама элита, что все разом довело до Голодомору, и до репрессий сталиновских, сталинских. И до челядника, до биомасы населення. Про-украинскую. Все наоборот. И если посмотреть более глубинно на это все, то Гетман. Гетман. Существует о том, что это казачество, реестровое казачество, которое уничтожила Катерина. После того, как после повстания Богдана Хмельницкого все пошло подчелять Московию. Подчелять тех волосых, решетки Рюриковичей, которые уничтожили. И из Москвы, разом с Ордой, завжди поплюжили, нищили Киевскую Русь, чтобы перебрати на себе бренд стипзити, цей бренд Киевской Руси, и вкрасти его, и вести уже свою политику, как от имени Святої Руси Киевской. Казаки выбрали Гетмана. А потом что делали с тем Гетманом, который поплюжил честь, славу, героичность, победу? ИТД Казацьку. Они его минимум как нищили жорстоко. Скидывали Гетмана, Пошел, Пошел. Волоцюга, пьяничка, або еще кто-то, Пошел нахер. Ну, вот и в 18-м году, когда Ординская челядная Московия послабла, пришел дух Казацкий до элит Украины. Сначала он был такой социалистичный, казацкий, потом еще какой-то. И, наконец, Скарпатский Павло, который на 7 месяцев установил нормальную действующую владу. Но Симон Петлюра за своей директорией увидел, что, наверное, Скарпатский начал что-то договориться. И сам тоже туда же не отримал Украину, не отримал элиту и т.д. О чем вот так? Томущая элита Украины, верхи, которые сословия монархического, монархического, можно сказать, только тогда такие и признавали. Не то, что какая-то кухарка правит страной. Были другие регалии управления на тот период. И Украина казацкой славы, в принципе, тому и распалась, что была разрознена и не была монархической элиты. Просто писали письма там Катерине и тому подобное. Но потом же. Не было государственности как таковой центрального управления. То, что должно быть, в принципе, в каждом нормальном цивилизованном государстве по типу европейского. То есть, элита Украины начала на период распада Царской империи после Первой мировой войны действовать по методам казаков. Славы казацкой. Как пращуры это делали. А в чем же дело, что не получилось? В народе. Потому что после Богдана Хмельницкого этот народ был расфуфырен по всей глубинке российских. Кто на Дальний Восток, кто в Сибири, кто в Тюмень, кто куда. Оттуда, естественно, меняли нацию на челядь с глубинки России. Которая не помнит ни себе, ничего, никого. У нее в крови, в генотипе, только раболепствие. Вот поменяли, а начали восстание по типу казацкого. То есть, по примеру, по образу казаков, менять старшин, гетьманов. А вышло, что как-то не садись, уже никто ничего никуда не едет. Потому что народ то, какой, чисто челядный. Уже с ним, в принципе, ничего не сделаешь. Потому что он сманипулирован так, он так поддатен на популизм, на всякую чехню раболепскую, что толком уже с него ничего не сделаешь. Даже те украинизированные военные в частях с Российской империи, которые повернулись до дому, они хотели быкам хвосты закручивать. Господарство вести свое, фермерство. То есть, как можно вести фермерство, не обороняя его эффективно. Вот и довели фермерство до колхозов. То есть, они не хотели воевать, а хотели вернуться и жить фермерством, заниматься. То есть, главная причина, это когда родители, отличные, хорошие, достопочтенные, достойные, отправили своих детей в пионерлагерь. А потом через месяц-два забрали. И те дети дома сидят, и родители им говорят, вот вы ж какие молодцы, вы книжки читали, вы духовно развитые, интеллектуальные, интеллигентные. Но заходит к ним какой-нибудь сосед и говорит, вы что? Люди, вы что, соседи? Вы же посмотрите на них. У них же в каждой вене по три шприца торчит. Они же от барбитурата уже чахнут. Вы же посмотрите на них, на их глаза. Это же стеклянные, это уже все, конченые нареки или еще какие-нибудь идиоты просто. А родители, да нет, не может быть, ну как? Вы же посмотрите на нас, мы же не могли такое воспитать, чудище. Соседи говорят, ну то ваше дело, вы можете этого не видеть, но жизнь вам потом подскажет другое с вашими детьми. Вот и такая же, в принципе, жизнь подсказала Украине, что людей все поменяли. Они уже стали челяди, биомассы раболепской. А верхи элита как ни садилась, как ни менялась, с Карпатского на Петлюру, Махновщина и тому подобное. Все равно ничего не вышло. И народ потом аж через век, через многие-многие года познал и познает, что это такое потом было. Репрессии, убийства, голодомор. Ну как мы видим, не особенно и познает, потому что челядь, эту раболепскую, тупую, совковую, атеистическую биопыль, нужно как-то перевоспитывать. А так сразу это не выходит. Не выходит это, тем более, имея власть такую, как в Киеве, на банковой, по крайней мере, каббалистическую, воровскую и коррупционную машину по вывозу денег с этого несчастного быдла, серой, лоховской биомассы. И уж эта, та элита банковая, она уж точно, ну не то, что не имеет права и не может априори перевоспитывать кого-либо. Потому что народ скажет, смотрите, как вы можете нас воспитывать, когда вы сами воры. Это очень просто и элементарно, чистая экзогеза из всей истории 20-х годов в Украине. То есть действовать нужно было украинскому гетману более жестко и тоталитарно, так как любит это чувствовать в этом состоянии себя народ. Но другой народ, который не успел выехать, уехать, перемениться с духом казацким, не хотел этой тоталитарности. Это получилось разобщенность, вроде бы добрыми намерениями, что не нас нами тоталитарно в ад вошли, что нужно было со всеми так тоталитарно. Ну я буквально не в плохом контексте, ну а более вертикально это действовать. Мобилизацию и тому подобное. Кто-то там бунтует, пубух ногаечкой. Ну а народ тогда, да какую же ногаечку, мы же казаки, мы же духу казацкого. А сколько вас уже тех духов казацких? 20-30 процентов, а остальной то челедник с глубинки российской? Или перерожденный через раболепствие, душу раболепскую, через царскую вот эту коррупцию, Которая сейчас заседает там вот, на Банковой, вот та челедная советская, совковая, кремлевская коррупция. Так, в чем же басни всей этой смыслы? Очень все просто. Люди были христианами в Украине, при царизме, до царизма, после. Но, они были такими христианами, висели по углах хат икона. А потом, когда атеисты, представляя, пропагандируя, прокламируя, что они атеисты, они безбожники, церкви рубили, все это начали уничтожать. Но, под этим всем несли землю, там, крестьянам, фабрики, заводы рабочие. Типа, там, буржуи, помещики сейчас снесем. Какие там ваши профсоюзы? Вот сейчас мы всем раздарим. Нахрена эти иконы у украинцев по хатам тогда висели? Что они взяли эти иконы, там, или сховали, убрали и приняли большевиков, да? Заходи, бери, не хочу. А что на то Господь Всевышний? Ну, он смотрит, ну, сам-то он создатель, как бы сам карать не может людей. Сколько же можно? Караешь, караешь, создаешь любимую нацию, ихнюю, Божий народ. А он их предает, еще и взял и распял. Бога Всевогущего, Сына Отца. Бога Сына, посланного к людям, чтобы Бог познал людей изнутри, как бы, человеком. И чтобы искупить грехи этих людей, и чтобы люди посмотрели на это, тоже уверовали в этот план Божий. Не в Божий народ, а в какой-то израильный. А для всех людей – план. И люди это похилили, взяли и распилили его. А смей его, распни. Каббалисты, фариси, продажные душонки. Только для власти, для бабла, для власти. Вот и им же Иисус сказал, что камня на камне, с вашего храма не останется. Так оно и вышло. Римы они пришли, сруйнували все, сполыли, все поныщили. Камня на камне, но залышилось бы там, шутали золото среди этих камней, которые таяло. И при пожаре проникало среди этих камней. Ну, это известная уже всем история. Так что и тут получилось, что Бог, что людей любит. Но, а поскольку люди не любят Бога, а хотят чего-то вража, сатану. Вот он говорит, будь ласка, прошибарзо, please, go-go. Вот, go-go, голодомор и пришел. Вот, go-go, и пришел день репрессий. Когда миллионами, миллионами в ГУЛАГе. В ГУЛАГе на шару, на халяву, работают вот этим портократским атеистом. Животоводческим. Вот, что и следовало доказать. Что, что бы там ни обещали, что бы там ни сулили, все это читки. Привел к власти мразь, гнидая паскуд. Вот, будь добр, тот народ, который привел, пойди за собой и убери. Пришел в лесу, нагадил, насрал, пойди за собой, убери. Ждать четыре года, да, покуда они наворуются, покуда они тут тотальное предательство ведут. А за это время люди становятся челядью, такой, как после Богдана Хмельницкого, когда их переселяли и сделали рабами московиками. Такой же челядью, как присопки. Они не понимали, не знали, что такое суверентин. Нет, ничего. Они только знали, идол бабло, хорошая жизнь, красивая. И идти бежать за челядью. Вот как бойцы сейчас отдают кровь на фронте. И этих бойцов, борьбу их на фронте. И кровь, и погибших. Можно сравнить, как с песнями Высоцкого. Нет пророка в своей отчизне. Что значило, что при совке все молились на партию. Челядь, власть, деньги, карьеры. Ага, что-то там щебетал Высоцкий, то никому не интересовало. Только, да, миллионы его любили, но это такие небольшие миллионы, небольшая группа людей. Остальным было на все, ну, любить одно, а идти принципом, следовать, это совсем другое. Вот так и бойцы. Не пророки в своей отчизне. Потому что челядь постсовковая опять мерзота расслабилась. И опять начинает входить в эту гадость, в которую входили украинцы, сдавшие свои территории под протекторат России. Московия, сори. Прошу, прошу, московитяне. Кремлю. Челядьнику раболепствой массы. Ордынской. Ну, сотрудничала с Ордыней, которая. Она же так Рюриковича не могла подмять, поджать под себя. А с Ордыней пошла и завоевала весь мир. Воспользовалась силой ордынской и тому подобное. И так же всегда и везде было и будет. Челядь расслабляется, начинает в шароващину впадать. Начинает следовать за этим быдлом раболепским. И становится мясом, биомясом, которое вообще пыль, биопыль, которая не нужна никому. Она продажна, эта биопыль. И она себя сама подводит под раболепствие, голодоморы или репрессии. Ну, опять повторяется одно и то же в колу. Такие-то справа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok